Запорожский фронт недалеко от поселка Приютное, Левадное и так далее. Танчик хуярит. Пидор. Как мы взяли позицию? Бойцы двух рот. Первой роты морской пепоты и второй роты морской пепоты под прикрытием старшего начальника нашего прорвались на рубеж. Заскочили быстренько на позиции противника. Как только спешился десант, начали проходить по их траншеям, по их всем позициям. Вступили в бой с противником, начинали их зачищать. Наша артиллерия работает и прямо на взрывы идет наша группа. Вперед, 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 вперед. Пока не вычислили всю посадку, не успокоились. Вот кто бодался, мы подавили, остальные бежали. Первый успех мы получили на второй день, как началось контрнаступление. Уже бригаду ввели в бой. Десантно-штурмовая рота перводельного батальона вышла на вот этот рубеж. Грубо говоря, вот наш передний край. Это то, что мы смогли сделать за двое суток. Мы перенесли на фронт. В дальнейшем уже второй батальон, совместно с первым линейным, с первым батальоном, они уже, соответственно, мы противника выдавливали уже с этой стороны. Перебросить. Нам поставилось завдание выйти на этот рубеж и далее просунуть, насколько мы сможем, в сторону приютного, наступна посадка. Причем вся посадка заминирована полностью, вся тропа. И наши десантно-штурмовые роты, другого батальона, они шли и потихонечку снимали перед собой эти растяжки, тихонько-тихонько подошли впритык противника. И когда уже, скажем так, огневой контакт вступили, противник просто начал уменьшиваться. Троху откатилась, опять артподготовка. И они оттуда драпывали так, чтобы мама не горюй. По стримам я попросил туда наших летунов, они передавились видео, а перераховало 86 человек. Грубо говоря, 20 человек другого батальона выбили 86 человек. Это без тех, кто остался там гнид в земле. Не знаючи, куда мы там будем виконувати завдання, піднесення бойового духу підрозділу було навесите. Так я переживав за своих хлопців, потому что у нас было много новачків. Перший бей был. Но под керевнистом сержантов, офицеров, они справились майже на 100%, можно так сказать. Оружие ихне АК-12, есть оружие АК-100 у нас, есть трофейные АГСы ихние, телефоны ихние, карты. Карты очень сильно нам помогли. Нам повезло, что нам получилось ликвидировать командира звода ихнего. Инициативу мы у противника перехватили. Теперь главное это все не растерять. Но опять же повторюсь, что всех желающих, все, которые на гражданке говорят про контрнаступление, если они это все попробуют и вкусят, нам будет гораздо проще. Молодых, крепких ребят, от 25 до 40 лет, мы ждем гадагурской прихоти. КОНЕЦ